Матрона Тихоновна Фролова Когда в 45-м году я вернулась с фронта на родину, то очень желала устроить свою жизнь, и поэтому я усердно гуляла с молодежью, чтобы найти себе какого-нибудь человека. А работала я медсестрой, и однажды, придя к больной ставить банки, увидела у нее на стене фотографию священника, вокруг которого много сестер в белых платочках. А я, верующая была, молилась постоянно. — Кто это такой? — спрашиваю. — Да это, — отвечают, — батюшка Севастьян в Караганде живет. А у меня сердце такое скорбящее, уже от гуляния сердце переполнилось тоской, и думаю я, боже мой, какие у меня неудачи после фронта, никак не могу устроиться, а годы-то идут. Да ты, — говорят, — напиши ему письмо. Я написала, и батюшка пригласил меня приехать в Караганду. Я приехала на малое время, и давай батюшке рассказывать, какие у меня неудачи после фронта. А он говорит, — а тебе, Господь, не определил семейной жизни, и ты не будешь замужней. А я думаю, что же такое, всем определил, одной мне, что ли, не определил? А батюшка снова, — ты поезжай обратно в Россию, там рассчитайся и приезжай сюда. Тебе есть Божие благословение в Караганде жить. Я поехала назад, и очень долго не могла из России выехать в Караганду, потому что мир так держал меня, прямо как цепями сковывал. Уже и батюшка усердно молился, но только через четыре месяца я смогла приехать. В крещении мое имя Матрона, а когда меня записывали на фронт, в документах написали Мария. Так я и называлась всем, Мария. И батюшке даю телеграмму, встречайте, Мария. А батюшка говорит своим домочадцам, — вот, едет к нам Матрона, сходите, встретьте ее. И батюшка в свой дом меня принял. Он никого так не принимал, уж очень берег он меня от сатаны. Но я не могла прижиться в Караганде, и все хотела отсюда уехать. Я чемодан собрала и говорю, — мне нужно уехать, я не могу здесь жить. А батюшка положил чемодан в свою машину и опять меня привез к себе домой. И снова я стала у них жить. Около года я жила. И все матушки, которые при батюшке были, всегда были недовольны мною, потому что я очень много лишнего говорила. И это им не нравилось. Они привыкли в безмолвии жить и лишних слов не употреблять. А я молола, что попало, прости Господи. И когда батюшка вечером являлся со службы, они ему жалобу на меня приносили, а батюшка их уговаривал. Матушки, вас всех сколько, и я вас всех терплю, а вы одну Матрону не хотите потерпеть. Так он все время увещевал их. И сколько я жила, всегда люди на меня жаловались, потому что я была действительно поведение неприличного. А батюшка говорил, — она на фронте была, она очень много потерпела, а Господь ее охранил. Не надо ей на пасти строить, она приехала ко мне, но не к вам. Потом батюшка домик мне купил. Бывало, приедет ко мне, смотрит на огород и говорит, — Ух, Матронин огородик, как на душе, так и на огороде. А у меня такая большая трава была на огороде, чуть не в пояс. И много батюшка стараний прилагал, чтобы меня образумить. Я стою на коленях перед ним, плачу, и так мне горько на сердце, потому что очень сильно искушал меня сатана. А батюшка смотрит не на меня, а рядом и говорит, — Сатана, сатана, что ты терзаешь душу? Я медсестрой была. Батюшке часто банки ставила. И он говорил, — Матрона, ты меня лечишь, а я тебя полечу. И мне все легче и легче становилось. Столько трудов ему было с нами, такие мы все были для него ценные. И теперь, сколько я живу, никакой нужды не имею. Никого у меня нет, ни мужа, ни детей. Всю жизнь прожила одинокая. И никогда никакой нужды не имела ни в пище, ни в питье, ни в дровах. Ни в чем не имела. Как будто кто на крыльях меня носит. Субтитры создавал DimaTorzok